И снова всем привет, с вами канал Android Software. Не так давно я делал обзор на довольно бюджетный мини-ПК от Junibox. Мини-ПК вышел довольно неплохой, поэтому было принято решение приобрести еще один более бюджетный мини-ПК от этого же бренда для обзора. Итак, героем сегодняшнего видео будет мини-ПК Junibox X4D, который был приобретен всего лишь за 11 тысяч рублей на одном из российских маркетплейсов. Приходит девайс в прочной черно-белой коробке. На лицевой стороне расположена крупная надпись мини-ПС и логотип Junibox. На обратной стороне коробки размещена наклейка с информацией о модели мини-ПК, цвете, объеме оперативной и встроенной памяти. Давайте откроем коробку, достанем все содержимое и посмотрим, что находится внутри. Комплект поставки точно такой же, как и у старшей модели, которую мы рассматривали в предыдущем обзоре. Итак, тут имеется иллюстрированная мультиязычная инструкция, выполненная в виде книжки. Русского языка, к сожалению, в ней до сих пор нет. Также в комплекте есть блок питания с евровилкой на 12 вольт 2,5 ампера. Остальные его характеристики вы сейчас видите на своем экране. Еще тут есть HDMI кабель, длиной около 70 сантиметров. Также в комплекте есть кронштейн типа веса, для монтажа мини-ПК на стену или монитор. И небольшой пакет с двумя винтами. Ну и конечно же сам мини-ПК Junibox X4D. Все основные характеристики компьютера вы сейчас видите на своем экране. Теперь давайте более детально рассмотрим наш мини-ПК. Корпус мини-ПК выполнен из приятного на ощупь матового пластика. Сверху красуется логотип Junibox. Сам мини-ПК состоит из двух частей, но об этом я расскажу чуть позже. На передней части мини-ПК, к моему удивлению, никаких интерфейсов нет. А вот на правом торце находится кнопка включения, два разъема USB 3.0 и один разъем USB 2.0. Сзади расположился вход под питание. Еще один разъем USB 2.0, два HDMI-порта, гигабитный LAN-порт, совмещенный 3.5 мм выход для наушников с микрофоном и замочек. На левом торце пусто. Снизу находим четыре прорезиненные ножки, два замка для фиксации корпуса, отверстие для веса и блок для ноутбучного жесткого диска или SSD. Установить SSD или жесткий диск можно открутив два болта и убрав крышку. На самой крышке имеются уплотнители, а в углублении разъем для подключения SATA. Вы наверное обратили внимание, что мини-ПК состоит как бы из двух половин. Это действительно так. Если для работы вы не планируете использовать дополнительный жесткий диск, то ненужный модуль можно просто отцепить от самого мини-ПК, тем самым облегчив и существенно уменьшив габариты компьютера. Для этого нужно перевести замки для фиксации корпуса в положении открыто и снять нижнюю часть. Все это делается буквально за пару секунд. И это довольно интересное решение. Как мы видим, соединения осуществляются по типу Type-C. На основной оставшейся части также есть отверстие для веса, вход Type-C и четыре прорезиненные ножки, под которыми скрываются винты для разбора устройства. Также я оценил с умом сделанную систему охлаждения, так как горячий воздух поднимается вверх и покидает корпус из отверстий вентиляции. Ко всему этому эти отверстия наделили приятной синей светодиодной подсветкой. И что окончательно добило мое воображение, это то, что за эти деньги внутри установили активное охлаждение. Итак, давайте посмотрим, что находится внутри компьютера. Для этого снимаем резиновые ножки и откручиваем четыре винта. Верхнюю крышку нужно снимать аккуратно, так как к ней подведен кабель для питания подсветки. И если резко снять крышку, его можно порвать. Пожалуй, первое, о чем стоит сказать, это довольно продуманная система охлаждения. Вентилятор здесь умеет полностью отключаться. Корпус достаточно большой и между крышкой и вентилятором есть расстояние, что улучшает захват воздуха. Корпус имеет много вентиляционных отверстий. Фактически они расположены по всему периметру. Система охлаждения сделана так, что большая часть горячего воздуха выбрасывается за пределы корпуса. В данном случае кулер представляет из себя и радиатор. К нему при помощи термопрокладки с термопастой подводится процессор. Также тут у нас имеется съемный SSD на 128 гигабайт от Ryzen. Давайте снимем его и рассмотрим более детально. К сожалению, оперативная память распаяна на самой плате. И снять или добавить планку оперативки сюда невозможно. Все остальные компоненты ПК вы сейчас можете рассмотреть сами. Итак, а сейчас проверим заявленные характеристики нашего мини-ПК на программном уровне. В описании к товару было сказано, что здесь установлен процессор Intel Celeron J3455. Для начала запустим программу CPU-Z. И посмотрим, какой процессор и оперативная память здесь установлены. Итак, процессор у нас установлен Intel Celeron J4125. То есть более мощный, чем заявлено в описании к товару. Но это плюс. Оперативная память здесь установлена DDR4. Всего нам доступно 8 гигабайт. Производитель не определился. Если верить программе, тут у нас имеется 4 встроенных модуля по 2 гигабайта. Встроенный бенчмарк CPU-Z выдал следующие результаты. Теперь давайте запустим GPU-Z и посмотрим на параметры встроенного графического ядра. И как мы видим, по умолчанию сразу отображается встроенная графика от Intel с памятью DDR4. Здесь у нас встроенное графическое ядро Intel UHD 600 с 12 исполнительными блоками и максимальной тактовой частотой 750 МГц. А сейчас давайте запустим AIDA64 и протестируем кэш и оперативную память. Результаты вы можете видеть на своем экране. Давайте также посмотрим и информацию о установленном SSD. Для этого запускаем программу CrystalDiskInfo. И мы видим, что здесь установлен SSD NVMe накопитель на 128 гигабайт. Производитель не определился. Также давайте протестируем SSD в программе CrystalDiskMark. И результаты данного теста вы сейчас видите на своем экране. Итак, приступим к следующим тестам. Для начала запустим тяжелое видео на YouTube в разрешении 4К. С видео в разрешении 4К 60 FPS у данного мини-пк возникают проблемы. Картинка начинает подлагивать и смотреть на это не очень приятно. А вот видео в разрешении 4К 30 FPS идет гладко и без тормозов. Теперь давайте перейдем в браузер. Откроем много различных вкладок и посмотрим, как с этим справится наш малыш. И как вы можете видеть, с этой задачей он справляется довольно неплохо. Теперь перейдем к тестам в различных бенчмарках. И начнем тестирование мы в Cinebench R23. В многоядерном тесте миник выбил 1233 балла, а в одноядерном 428 баллов. Теперь запустим Geekbench 5. В тесте процессора я получил следующие результаты. В одноядерном тесте устройство набрало 442 балла, а в многоядерном 1502. А вот тест видеоядра не доступен для данного процессора. Далее для нагрузки процессора я запустил очень тяжелый встроенный бенчмарк оси сети. Максимальная температура процессора составила всего лишь 64 градуса. И для такого теста это отличный показатель. И как вы могли понять, согласно всем проведенным тестам, это довольно слабенький мини-ПК. Который подойдет исключительно для серфинга в интернете, работы с различными офисными программами и просмотра видео максимально в разрешении 4К. Но ожидать чего-то другого за такую цену и не стоило. Хотя данный мини пока явно не подходит для каких-либо игр, я все-таки решил попробовать поиграть на нем. И вот что из этого получилось. Для начала я запустил старенькую GTA San Andreas на низких настройках графики в Full HD разрешении. И смог в нее поиграть с довольно неплохим фпс в районе 40 кадров в секунду. Затем я запустил игру Portal 2 в HD разрешении с низкими настройками. И средний фпс держался в районе 27 кадров. Также я поиграл и в легендарную игру Half-Life 2. Настройки в игре выставил низкие разрешения HD 1280 на 720. И тут средний фпс составил около 60 кадров в секунду, что довольно неплохой результат. Еще я поиграл в многими любимую игру Sims 4 в Full HD разрешении на низких настройках графики. Средний фпс составил около 50-60 кадров, что тоже довольно-таки неплохо. Далее я попытался поиграть в более новые игры. Для начала я запустил игру Overwatch 2 на низких настройках в HD разрешении. Средний фпс держался в районе 18 кадров. При этом игра дико лагала и тупила. Еще я попробовал поиграть в игру Valorant на тех же низких настройках в HD разрешении. И тут дела обстоят еще хуже, чем в прошлой игре. Средний фпс составил всего лишь 10 кадров. И игра просто люто тормозила. Ну и напоследок запустил игру Dota 2 в разрешении HD на низких настройках графики. И средний фпс составил здесь около 15 кадров, что тоже довольно печально. И как вы уже поняли данный минипк подойдет только для очень стареньких игр. Но на большее он и не претендовал. Подводя итоги хочу отметить отличную идею в виде съемного блока для стандартных 2,5 дюймовых жестких и SSD дисков. Возможность одновременного подключения двух мониторов и двухдиапазонного Wi-Fi. К минусам отнесу отсутствие возможности добавить оперативной памяти. Поэтому 8 гигабайт это максимум, что мы можем получить. В итоге компьютер ориентирован под несложные задачи. Браузер, офисное приложение, старенькие игры, музыка, видео, несложные проекты в фотошоп и тому подобное. А с учетом низкого энергопотребления может быть вполне нормальным вариантом в применении с круглосуточной работой. Не стоит от него ждать какой-то сверхбыстрой работы. Это обычный офисный компьютер в очень компактном корпусе и с неплохим ценником. На этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Если данное видео вам понравилось, обязательно поставьте лайк. А также не забудьте подписаться на мой канал на YouTube, Яндекс.Зен, ВКонтакте, Рутуб и Телеграм. А я на этом с вами прощаюсь и всем до новых встреч.